Тебя весь день унижает Кремль, налоговики, менты, начальство. То есть там Путин или такой, как Путин, в каждом кабинете сидит. Очень интересно перечитывать сейчас Оскара Уайлда, когда он пишет о политике, и уже в 19 веке видит Россию империи зла, российских царей как кровожадных угнетателей, собственных поданных и других народов. Вы решили вступить с нами в войну, и вы проиграете, а ваш правитель-идиот, который выбрал войну, которую он проиграет. Как там была эта фраза, которую использовали советские власти? Злая скула капитаиста. Звериный оскал. Привет, меня зовут Михаил Зыгарь. Если вы смотрите программу «Послезавтра» на телеканале «Ос-Уэст», и также смотрите видео на моем YouTube-канале, обязательно подписывайтесь на этот YouTube-канал, потому что каждую неделю я разговариваю с уникальными мыслителями. И сегодня мой гость, один из главных специалистов по российской пропаганде в мире, исследователь Института Джонса Хопкинса и британский писатель Петр Померанцев. Петр, привет. На каком языке удобнее нам разговаривать, на русском или на английском? Мы можем на суржике говорить, мы можем британский писать. Мы можем switch между русским и английским, whatever. Как вам удобнее? Нет, я буду подстраиваться под тебя. Селестивый английский, окей. Хорошо, тебя, наверное, как главного специалиста по российской пропаганде часто спрашивают, почему увеличивается поддержка войны среди российского населения. По-твоему, население России действительно поддерживает эту войну? Или только делает вид, что поддерживает? Или люди слишком напуганы, чтобы говорить, что они думают на самом деле, но знают, что они должны говорить? Ну и поэтому притворяются. Отличный вопрос, и мне, правда, его часто задают. Сразу оговорюсь, в последние несколько лет я в своих исследованиях не занимался Россией. Изначально занимался, сейчас изучаю пропаганду во всем мире. Но из-за вторжения снова много внимания уделяю России. И меня постоянно спрашивают, действительно ли люди в это верят. А я понимаю, что такие вопросы не имеют смысла, поскольку выдают непонимание российского контекста. По моему опыту, в российском обществе не принято ценить твердое мнение, высказываемое публично. Точка. В смысле, я учился в английской школе, где у тебя с юных лет постоянно спрашивают твое мнение. Смысл образования, воспитания в том, чтобы у тебя сформировался набор твердых личных убеждений, чтобы ты был сильной личностью. По моему опыту, люди в России — пантеисты. Утром они верят в одно, вечером в другое, ночью в третье. И все эти убеждения одновременно и реальны, и полностью неадекватны. Тянется это еще со времен выживания в позднесоветской системе, когда ты днем был добросовестный комсомолец, а вечером слушал Дипеппу, как бывший премьер Медведев. И то, и другое реально. Ты просто живешь с разными взглядами, и во многом так все происходит до сих пор. Поэтому вопрос, что вы на самом деле думаете, абсолютно неправильный. На мой взгляд, это одна из уникальных черт системы. Кремль просто пользуется тем, что у людей нет твердых убеждений. Поэтому нельзя сказать... Понимаешь, мы часто используем слово цинизм, особенно когда говорим о России. Но цинизм — не то же самое, что нигилизм. Да, цинизм — это когда человек ни во что не верит, как герой Тургенева и так далее. Но все равно есть циники, а есть нигилисты. Нигилизм — на самом деле форма убеждений. Цинизм — это когда ты можешь сначала сделать одно, потом другое, и ни то, ни другое не имеют значения. Оба этих мнения искренне. Люди постоянно спрашивают, что с Лавровым, который на работе выступает как безумный антизападник, но одновременно отправляет дочь учиться в лондонскую школу экономики. Можно и то, и другое. Так что я думаю, такие вопросы выдают в тех, кто их задает, людей, не до конца понимающих политическую психологию России и отчасти применяющих очень западную идею убеждений личности к совершенно другому контексту. Я задам тебе еще несколько вопросов о России, потому что ты, конечно, не специализируешься уже на России, но много прожил там 10 лет, зная что-то об этой теме. В одном из своих недавних интервью ты говорил, что Путина выбрали именно как военного лидера, и что россияне знали, кого они выбирали, они голосовали за него, потому что понимали с самого начала, что он готов вести войну, убивать людей. Означает ли это, что вот эта война, как сейчас говорят, многие в России говорят, это война Путина, а не российского народа. Думаешь ли ты, что это на самом деле наоборот, война именно российского народа? Вне всякого сомнения, Путин не случайно. Он не диктатор, который каким-то хитрым способом пришел и захватил страну, пока она отвлеклась. Было несколько выборов. Я жил в России с 2001 по 2010 год, тогда поначалу какой-никакой выбор был. Был определенный плюрализм, очевидный. Понимаешь, первые путинские выборы были вполне конкурентными. Да, я считаю, выбор был большой. Был запрос на авторитарное руководство и культ сильной руки. Нами должна править сильная рука, то есть авторитарный запрос был. Ну а это реальное желание его народа, или это тоже часть пропаганды? Понимаешь, пропаганда работает, когда соответствует народным желаниям. Так работает пропаганда. Она понимает народные желания и манипулирует ими для решения своих задач. Путин развязал войну в Чечне, во время которой было освоено массовое истребление гражданского населения для профилактики, воспринятое на ура. То есть была тяга к такому способу ведения боевых действий и его освоение, которое мы потом увидели в Сирии и теперь видим в Украине. Я помню свое общение с либерально... Ну не общение, очень популярно было мнение среди так называемых либеральных элит в России, что для проведения экономических реформ нам, мол, нужен пиночек. Было много разговоров о том, что у нас не было демократического опыта, что нам нужно авторитарное руководство в том или ином виде. Теперь ясно, что Путин — диктатор. Свободы слова нет и так далее. Выборов очень давно не было. Но стиль его руководства, авторитарный стиль, тоже был сознательно выбран и, как казалось, отвечал публичным чаяниям общества. Из истории мы знаем, что диктаторы, придя к власти, больше ее не отдают, однако получают они ее часто потому, что соответствуют очень глубинным запросам и чаяниям. Я бы сказал, что психологическая подоплека путинской модели зиждется на своеобразном цикле унижений и агрессии. Она практически всегда в том или ином виде приводит к политике войны. Я думаю, всегда так было. Этот миф о том, что тебя кто-то предал и унизил, он всегда существовал. Практически самой своей логикой в качестве ответа он требует агрессии, я думаю, не только с точки зрения политики и принципов, но и с точки зрения этой глубинной психологической потребности, которую, как мне кажется, он удовлетворяет. Я думаю, что в глубине это очень привлекает. Хорошо, но если мы говорим о том, что в России есть спрос на сильную руку, то что же тогда происходит с другими странами, которые, не знаю, инфицированы Путиным, или в них происходит то же самое, политики тоже склонны действовать так же, как Путин. Например, в Италии, в Венгрии, в Латинской Америке. Это такая новая мода, или в сегодняшних реалиях, при наличии социальных сетей, это как раз тот способ, с помощью которого политики могут привлекать к себе наибольшее внимание. Что не так с этим миром? Почему популярными становятся именно те политики, которые похожи на Путина? Они должны быть вот таким же сильными, лидерами. Об этом пишут сейчас очень много книг, и много дискуссий идет вокруг этой темы. Попробую дать очень короткий ответ о том, что такое универсалия. Я ей посвятил свою вторую книжку. Первая была о России. Основная мысль второй книги, слушайте, во всем мире творится примерно одно и то же. Фактов куча. Все эти Болсонару, Орбаны, Сальвини, Путины, Трампы, авторитарные лидеры. Очевидно, все это есть. Но дело не только в них. Одновременно распространяется конспирологическое мышление, которое как бы подменяет идеологию. Оно и раньше было частью идеологии. Еще культивируется ностальгия. То есть это не просто мужские игры. Это целый набор ценностей и риторических форм, форм мышления, которые, как я предполагаю, объединены очень агрессивной формой самосознания. Вот чем они по-настоящему похожи друг на друга. Такое сознание, скажем так, повсюду видит врагов. Оно очень параноидально, очень агрессивно. Мне нравится обсуждать эту тему с психоаналитиками. Не то чтобы психоанализ или психиатрия могут дать ответ на любой вопрос, но я всегда спрашиваю, зачем? В чем привлекательность таких конструктов? И они часто смотрят. Смотри, если мы наблюдаем такое у ребенка или у взрослого человека, это потому что, скажем так, ребенок чувствует себя дезориентированно. Он не может справиться со сложным миром и как бы натягивает на себя эти режимы сознания. Он не может справиться со сложным устройством собственной личности и стремиться избавиться от любых нюансов, стать сильным мужиком. Вот я сильный мужик, и все. Я живу в мире полном врагов. Может, в этом что-то есть, скажем так, в эпоху стремительных перемен, когда люди чувствуют себя очень тревожно, они обращаются к таким упрощенным, очень негибким и очень агрессивным формам самосознания. Очевидно, это произошло и с Россией после распада Советского Союза, причем в очень радикальном варианте. Это было время немыслимых сдвигов. В итоге возникла такая вот модель самосознания. Это происходит во всем мире, скажем так, из-за социально-экономических изменений. Целые отрасли промышленности исчезают, возникает ощущение неустойчивости. Кризис 2008 года. Это можно проследить практически везде, от региона к региону. Мы ведь часто видим, что такие фигуры появляются в странах, где идея развития и будущего исчезла, где царит хаос. Такие фигуры и появляются в момент хаоса. Вот Венгрия — очень интересный случай, потому что в Европе это самая показательная страна с большим отрывом. Орбан, которого мы сейчас имеем, — это же реакция на кризис 2008 года. Мы забываем, что в Венгрии был самый тяжелый в Европе финансовый кризис. Венгры почувствовали себя брошенными Брюсселем на произвол судьбы. Коммунизм ведь у них кончился очень мягко, очень спокойно по сравнению с другими странами. И тут грянул кризис 2008 года, и возник Орбан. В Латинской Америке возникает ощущение, что реформы, начавшиеся в 1980-е и 1990-е годы, зашли в тупик. В Индии люди чувствуют, что идея модернизации — путь в никуда. Так что везде, где возникает кризис восприятия и развития, кризис стабильности и стабильного самосознания, появляются такие фигуры. Мне кажется, это универсальный сюжет. Все они предлагают модель самосознания, соответствующую разным потребностям. Это, конечно, связано с психологией, но в то же время это же и политическая проблема. Очень чувствуется, что во многих странах, где мы имеем такую модель мышления, в том числе в России, очень силен антиамериканизм. Ну, а если речь идет о Америке, то это, наверное, можно назвать американским империализмом. Видимо, это такая движущая сила, стоящая за популярностью Трампа. Ну, а все остальные страны, они... Очень многие люди настроены резко антиамериканские. И антиамериканские политики используют конспирологию предрассудки, которые распространены среди их сторонников. Это ведь, получается, не только психологическая проблема, но и политическая. Я не знаю. То есть, если послушать Болсонару или Орбана, они очень проамериканские настроены. Просто они считают, что Америка, скажем так, сбилась с пути и стала слишком либеральной. Они апеллируют, скажем так, даже... Ты об этом лучше знаешь. И даже Путин как бы апеллирует к хорошей Европе. Есть хорошая Европа с Берлусконией и Орбаном. И есть плохая Европа с либералами и геями. Есть хорошая Америка с Трампом и плохая с Обамой. То есть, здесь не все так прямолинейно. Не думаю, что это просто антиамериканизм. Но, опять же, я могу быть более склонен к тому, чтобы думать о психологии. То есть, скажем так, в отношении всего, что связано с Америкой, мне это что-то очень напоминает. Когда мы думаем об авторитарных личностях, там часто все связано, скажем так, в классическом варианте, с интерпретацией социологии, которую используют с 1950-х годов, и согласно которой корни следует искать в неблагополучных отношениях с отцом. Часто бывает, когда отстраненные отцы, с одной стороны, унижают своих детей, а с другой дети добиваются их признания. В итоге они в порядке такой компенсации заимствуют некоторые черты поведения отцов. Так было с нацистами. Там можно четко проследить, что они происходили из семей, где отец одновременно был очень отстранен и при этом унижал детей. И ребенок вырастал таким, как отец, одновременно ненавидел отца. Тут унижения со всех сторон и немного такие садомазохистские отношения. Иногда, особенно когда российская пропаганда говорит об Америке, мне кажется, речь идет как будто о семейных отношениях, у которых что-то не так, об отношениях внутри российской динамики и в семье. Это, скажем так, как родитель, у которого ты отчаянно ищешь признания, потому что ты существуешь только если он тебя замечает. Типа, иди сюда, сейчас я тебя буду бить. Ты отчаянно ищешь его внимания, в то же время ты чувствуешь унижение от него, и поэтому хочешь унизить его самого или унизить кого-то еще из-за этого. То есть здесь что-то очень странное происходит, и слово Америка просто обозначает целую, скажем так, палитру почти что личных проблем. Так что я не знаю, когда живешь в России, ощущаешь все это на практике. Тебя весь день унижает Кремль, налоговики, менты, начальство. То есть там Путин или такой, как Путин, в каждом кабинете сидит. И вот ты живешь в культуре унижения, потом приходишь домой, включаешь телевизор, где тебе говорят, что тебя весь день унижает Америка. И ты берешь весь накупленный тобой из-за такой системы рессентимент и начинаешь бросаться им в Америку. То есть еще раз, я имею в виду, что когда люди говорят об Америке, я не уверен, что они вообще говорят о геополитике. Тут целая куча запутанных личных проблем и политических вопросов собственной страны, которые проецируются на Америку. Не знаю, действительно ли про геополитику речь, или Америка просто выступает символом других проблем. Ты, наверное, следишь за тем, как меняется отношение к России, как оно изменилось за последнее время, за эти полгода. Можешь сказать, как именно? Что именно поменялось? Насколько другим стало отношение к России и россиянам на Западе, в западных СМИ? Видишь ли, нет каких-то единых западных СМИ. Они все очень разные, очень сложно устроенные. Скажем, я живу в Англии, вернее, я из Англии, я там больше не живу, но вообще оттуда. Я не думаю, что в Англии что-то в этом смысле изменилось. Изменился, скажем так, только масштаб. Путина давно и оправданно изображали в британской прессе как злодея. Честно говоря, это все уходит корнями... Если посмотреть на культурную традицию, она уходит корнями во времена Холодной войны и 19 век. Очень интересно перечитывать сейчас Оскара Уайлда, когда он пишет о политике, и уже в 19 веке видит Россию империи зла, российских царей как кровожадных угонятателей, собственных поданных и других народов. То есть в Англии доминирующая идея, что Кремль — источник зла, имеет очень давнюю традицию. В этом ничего особо нового нет. Стало просто намного хуже. А так, тот же яркий образ, но масштаб которого сильно вырос. В Европе я не знаю, ты же в Германии живешь, так что я не знаю. В целом, мне кажется, в Германии было представление, что Кремль — рациональный игрок, принимающий рациональные решения, и что эти решения в том или ином виде можно было понять, и что с этим игроком можно заключать сделки, и что он большой и могущественный, но в конечном итоге скорее надежный партнер. И не знаю, изменилось ли такое отношение, не знаю, насколько глубоко Германия сейчас анализирует масштаб самообмана в отношении Кремля и Путина как рациональных игроков. Не знаю, до какой степени в Германии анализируют, насколько сами всему этому содействовали. Мне кажется, в Европе очень разная динамика, но в Британии нет, в принципе, почти все то же самое, просто намного хуже. Персонажи те же, никаких особых изменений не произошло. — А в Америке? — Скажем так, в Америке мы наблюдаем формирование целого блока мнений, и благожелательно настроенных по отношению к Путину. — Да, есть еще Такер Карлсон, который иногда выглядит прям-таки фанатом Путина. — Да, опять же, можем подумать, чем эту аудиторию так привлекает авторитарная личность, а она ее по-настоящему привлекает. С другой стороны, такие люди, как Такер Карлсон, просто любят противоречить. Если мейнстриму, тем, кого он считает мейнстримом, что-то нравится, значит, ему не нравится. То есть во многом получается так, что если Белый дом за, то он против. Еще раз, есть подлинная привлекательность, есть элемент противоречия ради противоречия. Вообще, в Америке, мне кажется, есть определенные интересные тенденции, развивающиеся в другом направлении. Речь даже не столько о России. Поддержка Украины — первый вопрос, по которому есть двухпартийный консенсус в Америке и в целом в американском обществе со времен 11 сентября. Впервые большинство республиканцев, избирателей и политиков поддерживают Украину. И мне интересно не столько то, как Россия изменилась, потому что, в принципе, речь скорее об изменениях в масштабе, насколько чувак не в себе и как далеко он готов зайти. Интересны изменения вокруг Украины, которую воспринимали как коррупированную страну где-то там далеко или не воспринимали вовсе. Для большинства людей там была полная густота. Поэтому очень интересно наблюдать появление Украины как голоса и как субъекта. И мне кажется, нам еще предстоит многое проанализировать, как это произошло, что это значит и как это все воспринимается. Это настоящий феномен. Ну а они действительно погружены в тему или на них так влияет образ президента Зеленского? Зеленский играет огромную роль, мне кажется. Он сыграл огромную роль такого анти-Путина. Если Путин такой как бы далекий негодяй, которого переполняют обиды и злость, этот его неподвижный взгляд за длинным столом. Зеленский очень человечный, очень добросердечный, с большой эмпатией. То есть полная противоположность. Есть контраст между двумя образами. Но я думаю, происходят интересные вещи и на многих уровнях. Многие американцы отчасти видят собственную историю в том, что происходит в Украине. Это очень интересно. Правда? Да, потому что, понимаешь, это как американская война за независимостью от империи. Вроде того. Это очень американская история. То есть происходит нечто, что им хорошо понятно. Бывший осколок империи хочет от нее отделиться. Что еще важнее, текстура. Они видят, как войну в Украине реально ведет гражданское общество. Не только армия, но и бабушки, гражданские, бизнесмены. И принципиально важно — фермеры. Образы украинских фермеров, которые на тракторах тянут или уничтожают российские танки, мне кажется, вызывают отклик, скажем так, у фермеров Вайоминга так, как мы, возможно, даже не до конца понимаем, потому что история фермеров, оставшего против англичан, революционера и солдата одновременно — огромная составляющая американской истории и американского самосознания, республиканской истории и республиканского самосознания. И тут внезапно люди в Вайоминге видят — ничего себе, фермеры пашут землю и воюют с империей. Это очень глубоко укорененный архетип. То есть возникает очень интересный отклик. Мы уже хотим посмотреть по странам, как это все работает, происходит нечто невероятное. Возможно, помогло здесь то, что раньше никакого особого знания об Украине не было, и люди увидели все как бы с чистого листа, без каких-либо заранее сформированных мнений. Так что для меня это гораздо интереснее, чем восприятие России. Я думаю, в целом, будь вы Орбан, Моди или кто-то еще в Латинской Америке, вряд ли вас сильно волновала Россия сама по себе раньше, но вы видели в ней способность уравновесить Америку и Китай. Именно так Россия и позиционировала себя во многих частях мира. Интересно, меняется ли эта ситуация, потому что Россия очень многое вложила в формирование образа как стабильного энергетического, ядерного, военного союзника. Вот есть у вас, скажем так, второй заправило, которого можно использовать для равновесия. Не знаю, насколько взгляд на Россию изменился и смотрят ли на нее теперь как на иррационального, токсичного, негодного партнера. Ты же видел встречу Си Цзиньпини и Путина на днях. Там Си даже не хотел прикасаться к Путину, потому что, скажем так, Путин напортачил. Самое большое преступление не в том, что он воплощает зло. Самое большое преступление для многих из этих людей состоит в некомпетентности. Внезапно Россия, возможно, выглядит некомпетентной, иррациональной, просто неприятной, чтобы вести с ней какие-то дела. Так что я не знаю, происходят ли в этом смысле какие-то изменения. Если да, перемены будут серьезные, потому что Россия очень серьезно вложилась в формирование своего имиджа как злого, но стабильного партнера. Ну, а еще на Западе, конечно, сейчас очень много говорят, как помочь Украине победить в этой войне, или как помочь Украине что-то сделать с Россией. А есть ли у Запада какие-то возможности не финансовым и не военным путем справиться с российской пропагандой, и что-то сделать с образом Российской империи? Но я думаю, должно произойти несколько вещей, чтобы это вышло более эффективно. Во-первых, я думаю, что мы должны выйти за пределы этих рамок, что маленькая Украина атакована большой Россией, и мы должны помочь им из соображений благотворительности или каких-то наших ценностей. Мы должны понять, что дело не в этом. Дело в том, что мы тоже, нравится нам это или нет, находимся в конфликте с Россией. Россия ведет военные действия в Украине. В Европе она использует для войны энергию, а в мире голод, дезинформацию и коррупцию повсюду. И Россия видит себя в конфликте с нами. Поэтому мы должны начать признавать, что это и наш конфликт тоже, прежде всего. Это не просто помощь Украине, это часть единого целого. Что касается того, как правильно вести информационные кампании в глобальном масштабе, я думаю, что секрет будет заключаться в объединении возможностей Украины и международных возможностей. Нужен некий эквивалент в смысле информационных кампаний с теми возможностями, которые нам дает использование оружия. В плане оружия — это удивительная, беспрецедентная координация западного оружия и усилий украинских солдат. То, что происходит сейчас, действительно что-то неслыханное, это нечто очень новое. И что-то подобное нам нужно в информационном пространстве. Украина добивается неплохих результатов. Во многом это связано с персоной Зеленского и его призывами к другим странам. Надо подумать, как это могло бы сочетаться с различными возможностями и рычагами, которыми обладают другие страны. Что я имею в виду? На практике. Украине нужна поддержка в Латинской Америке. В Латинской Америке все еще существует большая проблема, что большинство латиноамериканских стран по умолчанию являются союзниками России. Исторически, тактически, по многим причинам. Украине нужна помощь, но она не может добиться ее самостоятельно. У Украины не так много рычагов влияния. Нет реальных причин для людей начинать прислушиваться к Украине. То, как помогали Америка или Британия в Латинской Америке или Африке, это катастрофа. Вы знаете, что США самая ненавистная страна в Латинской Америке. Однако есть такие страны, как Ирландия, которые пользуются огромной популярностью в латиноамериканских СМИ, потому что они также выступают в роли жертв колонизации. Так что Ирландия как раз может стать тем другом, который будет представлять интересы Украины в плане культурной дипломатии. Или возьмем такую страну, как Венгрия. С Венгрией все непросто. Да, Венгрия — это страна, которая стопорит санкции внутри ЕС, заключает сделки с Россией. Но если копнуть глубже, вы увидите, что помимо, возможно, каких-то личных финансовых интересов вокруг России, в целом это был бы разумный шаг для Венгрии. Мы знаем, что у Венгрии есть своя идеология, согласно которой ее всегда все предавали. И для нее вроде как имело смысл заключить сделку с Россией в противовес Америке и все такое прочее. Но там нет никакой глубокой любви к России. Все помнят 1956 год. И все считают русских, ну, такими опасными империалистами. Так вот, что можно сделать с такой страной, как Венгрия? Очень многое могли бы сделать украинцы. Они могли бы установить доверительные отношения с венгерскими военными, например, проводя совместные операции на границе. Но больше они мало что могут сделать. У них нет серьезных способов проникнуть венгерское медиапространство. И тем не менее, мы могли бы подумать о совместной кампании. Украинцы укрепляют доверие с венгерскими военными, проводя совместные мероприятия по обеспечению безопасности на границе и укреплению доверия. Польша, Чехия и другие страны Вышеградской группы оказывают давление на Орбана на дипломатическом уровне, говоря, мы не будем поддерживать вас в ЕС, если вы будете продолжать оказывать это негативное давление на Украину. Огромная роль отводится антикоррупционным исследованиям, чтобы действительно усилить давление на элементы системы и власти Орбана, чтобы действительно начать копаться в их связях с российским бизнесом, которые, как мы подозреваем, продолжаются. Так что есть эти игроки, которые сейчас все активно участвуют, и вместе мы могли бы получить некий кумулятивный эффект. Но координация этих действий, их продумывание, понимание того, как использовать эти различные эффекты, требует некоторой слаженности. И опять же, я не думаю, что когда-либо были попытки сделать это раньше, и уж точно в этом не было систематики. Поэтому я думаю, что что-то подобное необходимо. У России есть огромная машина воздействия, энергетика, коррупция, СМИ. Россия достаточно централизована, там фокусируются на конкретной цели. Никто не может с этим конкурировать, ни у кого нет подобного аппарата воздействия, а в любой авторитарной стране подобный аппарат имеется. Но у демократии есть весь этот спектр различных приемов, которые они могут объединить и стать своего рода трансформером. Давай вернемся к теме пропаганды. Я не знаю почему, но очень многие люди и в Европе, да и многие люди в Америке тоже считают свои собственные СМИ пропагандой. То, что они смотрят каждый день. Если вот мы сейчас спросим у какого-нибудь немца или француза, они будут говорить, что их телевидение — это тоже пропаганда. Почему? Почему у людей больше нет доверия к общественному телевидению? Да, но тут стоит сказать, что слово «пропаганда» само по себе очень сложное. Это слово, у которого много значений, и люди просто обычно используют его очень и очень по-разному. Но не вдаваясь в академические дебаты, это я подозреваю, что когда люди рассуждают о пропаганде, они имеют в виду, что кто-то пытается манипулировать ими в своих интересах. Что эти СМИ не такие, за кого сами себя выдают. Такой «голос народа». Или когда СМИ утверждают, что помогают людям. Что они, вероятно, имеют в виду, когда говорят, что это пропаганда, что эти СМИ якобы отвечают интересам не общества, а кого-то другого. Например, их владельцев. Или имеются в виду культурные предубеждения журналистов. Я думаю, что люди имеют в виду именно это. И когда говорят, что чувствуется необъективность, потому что люди всегда повторяют, мы чувствуем, что это объективно. Опять же, я думаю, имеется в виду это. И это противоречит их интересам. И это то, что происходит во многих странах. Люди не чувствуют, что институты, министерства, учебные заведения, бюрократический аппарат, СМИ отвечают их интересам. Я думаю, что это наша вина. Я думаю, тут есть наша ошибка. Мы предполагали, что у нас есть аудитория, которая нам доверяет. Мы предполагали, что люди верили нам, когда мы говорили, что мы делаем это для вас. А мы, возможно, просто перестали смотреть на мир их глазами, потому что вещь, которую мы перестали делать, это понимать мир глазами людей, у которых есть подобные ощущения от СМИ. Это не означает соглашаться с расизмом, если они расисты, но важно понимать то, как они видят мир, и понимать те проблемы, с которыми они сталкиваются. Поэтому я думаю, что все зависит и от нас в том числе. Возможно, мы немного опоздали. Я думаю, что тут мы как медиа прокололись. Я думаю, это наш провал. Мы застряли в старом режиме, который представлял из себя эту классическую модель, когда один рассказывает многим, мы здесь для того, чтобы донести до вас правду, наши маленькие друзья. Позвольте нам просветить вас в нашей замечательной трибуне. Ну а теперь у людей есть соцсети, и там огромное количество нарративов, везде кто-то вещает, и всегда можно найти мнение, которое они точно разделяют, даже если оно расистское. Это да. И еще я думаю, что у людей изменилось самовосприятие. Очень интересно наблюдать за администрацией Байдена в США. Они занимаются всеми этими большими проектами, чтобы помочь людям. Это инфраструктурные проекты, социальное обеспечение. И я думаю, что теория коммуникации была очень сильно развита в середине 20 века. Поэтому Байден много берет от людей вроде Рузвельта и ему подобных, кто проводил в Америке эти огромные кампании социальной помощи, так называемый новый курс. Но Рузвельт жил в эпоху слишком большого развития коммуникации и совершил в ней революцию. Он выступал по радио и был первым президентом, который делал это. И он объяснял людям разные вещи, вел эти знаменитые беседы у камина. Это было вроде того, что «я могу объяснить вам, что и как мы делаем. Мы развиваем государство всеобщего благосостояния, чтобы помочь вам». И это имело потрясающий эффект. Я думаю, люди Байдена посчитали, что мы находимся в той же эпохе, что можно прийти и в этой очень патрицианской манере заявить. «Мы сделаем это для вас». Но что-то поменялось в мире. Это теперь не просто форма общения, это форма самоощущения людей. Я думаю, что в наше время люди должны чувствовать свое соучастие. И гений или злой гений Трампа состоял в том, что люди почувствовали, что они сами являются частью этого большого движения. Даже если просто что-то ретвитнут, они вроде как соприкасаются с чем-то глобальным. И для такого очень агрессивного менталитета толпы или групповой психологии прекрасно годятся социальные сети. Но если вы рассказываете о реформах и подобных вещах, вам, вероятно, тоже придется думать об этом. Как сделать так, чтобы люди не просто чувствовали, что они являются частью этого процесса, но и действительно были включены в него? Я просто думаю, что это и есть та модель коммуникации, в которой мы находимся сегодня. А теперь, что это значит для журналистики? Я не считаю, что для The New York Times достаточно сказать, что вот наша замечательная журналистская работа для вас, наши маленькие читатели. Я думаю, это значит, что нам нужна журналистика, которая больше вовлекает, чего, кстати, становится все больше в США и других странах, что вы начинаете вовлекать людей в редакционный процесс на гораздо более ранних стадиях. Вы начинаете реагировать на их потребности гораздо раньше, будь то с помощью цифровых средств или путем каких-то живых встреч, или даже приглашая их в редакцию, чтобы они почувствовали себя частью процесса. Я не верю во всю эту гражданскую журналистику. Я считаю, что журналистика — это профессия. Это вроде того, что рассуждать о гражданских врачах. Я не верю во все эти вещи. Я думаю, что журналистикой должны заниматься журналисты, но отношения с аудиторией меняются, когда вы делаете их более активными участниками процесса. И есть много разных способов сделать это. Я думаю, что это, вероятно, и есть тот сдвиг, которому мы должны соответствовать, чтобы восстановить эти важные отношения. То есть мы должны делать это для людей. Понимаете, журналистика должна была быть вроде как народной трибуной, заставляющей власть отчитываться перед народом. У нас есть все эти представления и мифы о том, кто мы и зачем. Я думаю, что мы поверили в наши собственные мифы, не сильно задумываясь над тем, как воплотить их в жизнь. Поэтому скажу позитивную вещь. Я думаю, что выход из этого есть. Я думаю, что мы видим это в США. Самые популярные вещи, которые сделали американские СМИ в последние несколько лет, были расследования The New Yorker и The New York Times. Это были большие расследования, которые затем вызывали социальные изменения, например, в случае с отравленной водой в Мичигане. И это произошло благодаря СМИ. И СМИ показали, что они действительно могут работать от или иных людей и что-то изменить в их пользу. И в тех ситуациях СМИ пользовались очень и очень большой поддержкой. Поэтому я думаю, что это тот путь, по которому нужно идти. И я думаю, что именно это имеют в виду люди, когда говорят, что чувствуют пропаганду элитарных СМИ. Ну, ты знаешь, конечно, что еще до войны российская пропаганда все время говорила, что они нас ненавидят. Весь мир против нас. Существует огромный заговор против России. И уже после начала войны российские СМИ, да и, знаешь, россияне, которые живут за границей тоже, стали очень много говорить о том, что существует культура отмены, направленная против России, отменяют российскую культуру. И то, что происходило в последние месяцы, инициатива запретить визы, многие либеральные российские СМИ говорят, что это новый железный занавес. И теперь только его опускает Запад, Западная Европа, а не Советский Союз. Как ты думаешь, такие инициативы могут как-то помочь Украине победить в войне? Могут ли быть действованы такие санкции против России? И можно ли это назвать культурой отмены России и русских? Тут внутри этого вопроса сразу много вопросов. Мы все видим опросы, проведенные для Кремля. Самое интересное в нынешней ситуации — это то, что люди, которые работают с Кремлем, ненавидят Кремль и сливают информацию. И мы знаем исторически, если говорить о санкционной политике и о том, как эта санкционная политика объясняется, и санкциями в отношениях отдельных людей, будь то южноафриканцы во время протеиды или русские сейчас, они меньше идентифицируют себя с государством, когда они чувствуют, что государство привело в изоляцию. Поэтому важна не столько политика, сколько то, как она преподносится. Люди всегда объединяются, когда чувствуют, что им угрожает опасность. Так устроено общество. Если они чувствуют, что к этой угрозе привело их собственное правительство, значит, они выступают против правительства. Это главный урок из истории Южной Африки в условиях санкций. Так вот, допустим, вы ввели эти визовые запреты, и я ни за и ни против. Я могу сказать вам, что, по-моему, мне не нужно сделать. Но, допустим, они введены, и вы используете их как инструмент коммуникации. Если вы это делаете, я не говорю, что вы должны это делать, но если вы это делаете, тогда вы должны думать об этой динамике. Если использовать санкции как способ подорвать режим, то важна эта коммуникация в углу политики. Это стоит обсуждать. Это может быть одна и та же политика, но разница в том, как вы ее доносите. Что Западу совершенно не удалось сделать, и я потрясен этим. Это то, что он начал санкционную политику в отношении России без информационного сопровождения, и это позволяет Путину самому формировать все восприятие внутри России. А санкции — это история про восприятие. Конечно, они будут иметь и экономические последствия тоже, но никому всерьез не грозит голод. В ближайшие пару месяцев не будет никаких продовольственных мунктов. Так что все дело только восприятие, и я не понимаю, как можно начинать политику санкций без сопутствующей ей информационной компании. Представьте себе, что вы проводите экономические реформы без информационной компании. Это просто не профессионально, это халатность. Так что если вы прибегаете к такой вещи, как визовые санкции, вам нужно, во-первых, подумать об этом. Во-вторых, я думаю, очень важно, чтобы когда страна, любая страна, но в данном случае Россия, нарушает столько соглашений, обязанностей, обещаний и договоренностей, очень важно, чтобы были последствия, чтобы люди, которые живут в России, понимали, что есть реальные последствия. И это не то же самое, что было раньше, поэтому я думаю, что нам нужна визовая политика, соответствующая новой ситуации. Просто начните все с нуля. Забудьте о Шенгене, забудьте обо всем этом. Спросите себя заново, какую визовую политику вы проводите со страной, которая ведет геноцидную войну, представляющую угрозу безопасности для всей Европы, и чей главный аргумент состоит в том, что это сойдет с рук, и что мы живем в новом мире, где вы можете делать все, что угодно, и нет никаких ограничений. Надо начинать все с нуля. Сказать, окей, и какова же наша визовая политика в связи с этим. Так что я бы точно забыл о той визовой политике, которая у нас была до сих пор, чтобы начать заново. И тогда мы сможем вести серьезные дебаты с экспертами в этой области о том, какой она должна быть. И это мы еще не учитываем социальные последствия. Какова визовая политика с такой страной? И какова ваша торговая политика? А как это, как то? Все начинается с нуля. Россия порвала со старым сводом правил? Окей. Каковы теперь новые правила? Так что это одно. А что касается другого вопроса, почему все нас ненавидят? Да, но эта визовая политика, она наносит удар как бы по потенциальным союзникам Запада. Смотря как ее проводить, кто эти потенциальные союзники? Это очень сложная игра, но мы должны разобраться, кто, по вашему мнению, является союзниками, и что дальше с этим делать. Я говорю о российском гражданском обществе, об остатках российского гражданского общества. Мы знаем, что оно существовало, мы знаем, что некоторые люди по-прежнему протестуют, что в России есть люди, которые не молчат, не поддерживают войну. Но эти люди сейчас находятся под ударом, так же, как и члены «Единой России». Если говорить о визовой политике, то мне не кажется. Визовая политика — это какой-то магический инструмент для социальных изменений. Я думаю, что мы здесь говорим гораздо шире о принципах, о нормах, о каких-то правилах. Россия взяла и разорвала свод правил. Это нетрудно понять. Если мы говорим об общих настроениях вокруг Путина, то главный аргумент Путина в том, что он может разорвать все и остаться безнаказанным. Нужно показать ему, что он не может избежать наказания, которое будет распространяться на все сферы. Потому что как только вы выходите за рамки дозволенного, вы оказываетесь в очень тонкой игре, которая неизвестно, как для вас закончится. Я не знаю, я пытаюсь осмыслить то, что вы говорите. То есть, с одной стороны, вы хотите ограничить Россию, но одновременно с этим есть слои российского общества, которые протестуют, и поэтому вы не должны этого делать. Ну тогда получается, что и санкций не должно быть, и вообще ничего не надо делать. Способов, как изолировать море. Так что я не знаю, вы должны проводить визовую политику, которая позволяет любому человеку, которому грозит гуманитарное преследование в России, легко сбежать и получить убежище. Это совершенно ясно. Это то, что мы можем сделать. В этом смысле это то, как вы проявляете внимание в отношении этой части общества. Если есть люди, которые искренне протестуют и нуждаются в гуманитарных визах, вы делаете так, чтобы им было очень, очень, очень легко это сделать. Это в том числе то, как вы отвечаете. То есть это то, чего можно добиться с помощью визовой политики. На самом деле это вопрос к вам. Вы знаете, Россию гораздо лучше, чем я. Я полагаю, тут есть две вещи, которые вы можете сделать. Питер говорит, что весь остальной мир находится в состоянии войны с НАТО. Вы либо говорите, мол, мы не воюем с НАТО, это смешно. Мы ведь любим вас, ребята. Или мы говорим, ну вообще да, вы воюете с нами, и это очень глупо с вашей стороны. Зачем вы повели своих людей на эту войну? Потому что вы ведь проиграете. Если мы согласимся с тем, что большинство россиян воспринимают мир как место, где каждый готов сожрать друг друга, и что они не верят в международные системы. Они не верят в отношения, где возможен взаимный интерес. Они покупаются на некую конспирологическую концепцию мира, где жестокие люди издеваются друг над другом, потому что таков мир, в котором мы живем. Есть достаточно много исследований, доказывающих, что большинство людей верят, что даже если они априори не верят в возможность существования какого-то мира на основе взаимных интересов, то их ответ будет скорее в духе, вы решили вступить с нами в войну, и вы проиграете, а ваш правитель-идиот, который выбрал войну, которую он проиграет. Может быть, это будет правильным ответом, я не знаю, может, нам стоит перестать говорить, хватит этого избегать, а просто признать, да, идет война. Как там была эта фраза, которую использовали советские власти? Может, пора показать звериный оскал? Я не знаю. Не знаю. Пытаться доказать русским, что на самом деле мир устроен не так, как они думают, очень сложно. Можно задать тебе личный вопрос? Чувствуешь ли ты какое-то предубеждение против себя? Все ведь русская фамилия, ну, очень неординарная биография, ты родился в Киеве, учился в Германии, в Британии, но потом опять-таки работал в России, на телеканале, принадлежащем Газпром Медиа. Вот этот опыт как-то используется против тебя? Чувствуешь ли ты предубеждение против себя в том или ином виде? Я просто думаю, предубеждение с чьей стороны? Ну, а ты не думаешь, что ты можешь тоже оказаться в какой-то момент мишенью? Ну, если не окажешься под санкцием, то, по крайней мере, и на тебя распространится вот это предубеждение по отношению к русским? Я не думаю, что есть какие-либо предубеждения против русских, по крайней мере, на системном уровне. То есть я не совсем понимаю, что вообще понимается под этим, и... Нет. Мне всегда очень везло, и так как это периодически случалось со мной во время Холодной войны, когда я был ребенком и жил в этом странном парадоксе, что мои родители были советскими диссидентами и выступали против режима, а потом они переехали жить в Лондон, и все равно я остался для всех русским. Хотя вообще-то я украинец, но я считался для всех русским в школе, и поэтому меня называли русским шпионом. Так что во времена Холодной войны существовал такой парадокс. Несмотря на то, что моя личная история была связана с некой оппозицией и преследованиями со стороны режима, в Англии меня все равно дразнили. О, ты русский шпион, ха-ха-ха. Но это все равно не было как-то совсем уж надоедающим. Мне очень повезло, что я всегда жил в городской среде, где было ощущение космополитизма, и мое отличие всем скорее нравилось, чем его как-то критиковали. Но, возможно, мне просто очень повезло. Я ведь к тому же еврей, которому выдалось жить в эпоху минимального антисемитизма и в среде минимального антисемитизма. Так что я думаю, мне просто очень-очень повезло. Но я не знаю, мне даже несколько странно слышать этот вопрос. Даже не знаю, как на него правильно отвечать. А ты не чувствуешь никакой связи с вот этими русскими, которых сейчас обвиняют в том, что они выходцы из путинской России? Ну, они ведь тоже работали на русских компаниях. То есть как и ты. Да нет, то есть скорее наоборот, меня обвиняют в русофобии. Но я не воспринимаю это всерьез, для меня это не имеет значения. Но я часто получаю упреки в русофобии, да. Мне говорят, что и русофоба всегда как-то с намеком на антисемитизм. Понятно, но эти евреи не любят Россию. Вот это мне в интернете пишут. Померанцев — это еврейская фамилия. Все, конечно, знают, что он русофоб, а Путин выступает за национализм. Но вы серьезно придаете значение троллям в Твиттере или Киселеву и этим всем? Не знаю, мне всегда говорили, что не стоит реагировать на такие вещи. Да, для меня это рецепт, как сохранять спокойствие. И продолжать жить, не обращая внимания на все это. В общем, русофобов меня записали. Да, я попал в их список. Когда началась война, я говорил с Фрэнсисом Фукуямой, и он сказал, что на 100% уверен, что Путин проиграет эту войну, и после этого он потеряет власть. Потому что в России он перестанет быть сильным лидером, если не победит. И в этом случае от него просто избавиться. Его режим рухнет. Ровно из-за того, что он проиграет эту войну. Как ты думаешь, случится ли это вот так вот легко и просто? Ну или в то же самое время есть совсем другая точка зрения, что даже после его ухода система останется прежней, и психология людей останется прежней. И, вероятно, поколение, выросшее при Путине, то поколение, которое сейчас воспитывается, его пропаганды, оно останется прежним. И вот эти идеи никуда не исчезнут, будут жить многие годы. Путинские идеи? Ну, хорошо, давай назовем это путинская зараза, инфекция, распространяемая Путиным. Да, но это такое вооруженное недовольство. Это путинская фишка. Это то, что Путин делает довольно эффективно в своих выступлениях. Но я не думаю, что эта идея очень последовательная. Он меняет свое обоснование для вторжения в Украину, кажется, каждые две секунды. Но, в общем-то, он довольно эффективно выступает как публичная персона. Это своего рода спектакль, в котором он одновременно является униженным. Он ведь всегда говорил о том, как Россию запугивают, и он очень хорош в исполнении роли униженного. А затем сам унижает других. То есть он улавливает обе стороны болезни российской политической психологии. Через него люди могут сами испытывать чувство унижения. А затем и ощущение от унижения других. То есть за один спектакль вы пройдете путь от того, что все к нам придираются, и как бы физически это сначала такой голым, маленький, обиженный, а затем он как бы раздувается от агрессии к другим. Этот цикл унижения и агрессии — это то, что сидит очень-очень глубоко, и дело даже не в элитах, это происходит каждый день в России. Постоянно и исторически это были сотни и сотни лет различных видов насилия и травм, которые никогда не разрешались. Так что если вы собираетесь разобраться с этими вещами, вам придется начать как следует копаться в этих вопросах, в истории и в истории внутренних репрессий прежде всего. И, конечно, то, что полностью игнорируется в России, это история колониализма и репрессий против других народов. Меня всегда очень шокировало в России, когда я спрашивал людей, например, как вы думаете, кто раньше жил в Сочи, а они русские? Ну, как бы нет, там была этническая чистка. Но никто, никто об этом даже не слышал. Полная амнезия по поводу многочисленных колониальных преступлений России. Чтобы выйти за пределы этой глубоко сидящей болезни, нужно начать разбираться с этим. Вы должны начать разбираться со всем этим, сплыть на поверхность и выйти, наконец, за пределы привычного представления. И будет ли это после Путина, зависит от таких людей, как вы. Сможете ли вы, не только вы, разумеется, я не хочу все перекладывать на ваши плечи, но большинство вещей. Справитесь ли вы с этим? В истории сложилось так, что Германия справилась с подобным. Япония справилась с этим вроде как. В Америке с этим справляются постоянно. Все эти бои в Америке связаны с попытками примириться со своей собственной историей внутреннего фашизма. расизма. Они постоянно пытаются с этим справиться. Так что это очень, очень трудно. Это всегда очень бурно. Но это общество, которое пытается справиться со своими болезнями и пытается найти для себя какой-то иной путь. Это тот процесс, через который нам придется пройти. Но это долгий путь, и он зависит от многих изменений. И еще будут окна возможностей, подобно тому, что было в начале 90-х, которые мы упустили. Все возможно. Есть примеры, которые показывают, что это возможно. И часто они происходят после очень большого поражения. очень большого поражения. И я не знаю природу этого очень большого поражения. Но я полагаю, что люди должны рассуждать вполне простым образом, что то, что мы делали, завело нас в пропасть. Так что должно быть поражение. Я не знаю, какую форму оно примет. Я не знаю, что форму оно примет. Осталось предоставляет? Осталось предоставит. Продолжение следует...